Высказывайте своё мнение, участвуете в дискуссии в программе Сергея Зацепина. Когда правительство боится своего народа, это свобода. Когда народ боится своего правительства, это тирания. Томас Джефферсон. Неполиткорректное ток-шоу, которое заставит вас думать. США никогда не будут разрушены истинные. Если мы трогнем и потеряем нашу свободу, то только потому, что мы уничтожили себя сами. Авраам Линкольн. Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30 АМ. Будь в центре событий. Народная волна. Ну что ж, уважаемые дамы и господа, наш эфир продолжает неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина. Я его ведущий Анатолий Червец. Опять же, участники все вы, те, которые наберете номер телефона 847-400-5200. Будем общаться, будем решать кое-какие проблемы и вопросы. Ну а мы вещаем на волне 14.30 АМ и 99.1 ФМ. Вы нас можете слышать и видеть на нашей страничке в интернете. RadioNVC.com, на нашей страничке Facebook RadioNVC, ну и, конечно же, на нашем YouTube-канале RadioNVC, где, зайдя на наш канал, пожалуйста, нажмите кнопочку регистрация или subscribe. Ну и, конечно же, получите возможность, простите за туфтологию, получать все последние известия от нашего радио. Ну и, конечно же, извещение о том, что выходят новые программы. Так что будете, как говорится, в полном курсе событий. Те, которые любят пользоваться электронными гаджетами, пожалуйста, загрузите наше бесплатное приложение на ваши iPhone и iPad. Ну а те, которые используют платформу Android, пожалуйста, выходите через ваш веб-браузер на нашу страничку RadioNVC.com и, опять же, будете нас слышать и видеть. Итак, дорогие друзья, еще раз номер телефона в студии 847-400-5200. Есть некоторые очень интересные новости. Ну и, пожалуйста, опять же, если у вас есть вопросы, звоните. Будем пытаться на них ответить или, по крайней мере, их обсудить. Итак, самая главная на сегодняшний день новость, я считаю, по крайней мере, это то, что советник по национальной безопасности Джан Болтон подал в отставку, но он это сделал не без просьбы на то нашего президента Дональда Трампа, который просто ему сказал, что, вы знаете, ваши советы, ваша помощь в Белом доме, скорее всего, больше не понадобится. И поэтому для того, чтобы избежать увольнения, Джан Болтон подал прошение об отставке. Итак, почему это важно? Важно это по двум причинам. Первая причина это та, где наш президент Дональд Трамп, он пытается решить сразу несколько вопросов сразу. Первый вопрос, конечно же, это отношение с Ираном. Второй вопрос, отношение с Северной Кореей. И третий вопрос, это отношение с Афганистаном или с их партией Талибан. Так вот, вы все прекрасно знаете, уже, по крайней мере, за эти три года, которые Трамп является президентом, вы, те, которые за этим следят, вы понимаете, что Трамп, он человек переговоров. Вот он бизнесмен, он привык все вопросы решать путем переговоров. Другой разговор, у него есть своя система, свой способ вести переговоры, и мы уже тоже это, в принципе, знаем. Мы знаем, что Трамп всегда вначале завышает планку и потом оставляет себе, как говорится, место для именно торговли. И поэтому очень многие люди, когда Трамп о чем-то говорит, вот в начале своих отношений с кем-то, очень многие люди просто впадают в транс, о май гад, что же это будет, это будет, там, война с этим или война с тем. Но потом они понимают, что все, что Трамп говорит изначально, это так называемые завышенные требования или завышенная планка. Почему? Потому что невозможно начинать переговоры или торги с заведомо самой низкой их точки, а потом куда же дальше опускаться или куда дальше торговаться. Так вот, Трамп сегодня имеет такие возможности и по поводу Ирана, и по поводу Афганистана, и по поводу... Да, кстати, я совсем не то, что я об этом забыл, я просто не сказал о том, что еще у нас существует ситуация с Китаем. Так вот, зная философию Джана Болтона, причем мы его знаем уже не первый день, он был, мы все знаем, что он был когда-то послом в Организации Объединенных Наций, вот, потом он уже был как-то советником национальной безопасности, потом ушел в отставку, потом он вернулся, вот, когда Трамп принял, как говорится, образы правления, вот. Ну и, в общем, Джан Болтон, его философия немножко не соответствует философии Трампа. То есть, Джан Болтон, это человек, его называют еще ястреб, ястребами называют людей, которые всегда готовы к драке, всегда. И всегда любые вопросы решают путем, или предпочитают решать путем силы. Вот это собой являет Джан Болтон. Дональд Трамп, он, конечно же, человек совсем другого рода, он совсем другого действия, он всегда пытается как-то решить любую ситуацию мирным путем и путем переговоров. И поэтому я могу себе представить, на секундочку, что ему просто надоело вот это нашептывание ему на ухо со стороны Джана Болтона, что, а я считаю, то есть, вот давайте возьмем конкретные ситуации. Ситуация номер один. Что делать с войсками в Афганистане? Трамп, в принципе, как и многие другие президенты, и Буш, и, кстати, Обама в том числе, он считает, что мы в Афганистане завязли настолько долго и настолько безрезультатно, что пора основной контингент оттуда выводить, ну, и там оставить, может быть, какое-то количество спецназовцев, которые будут заниматься либо тренировкой афганских войск, либо, ну, в крайнем случае, при воздушных ударах будут наводить лазерем наши самолеты, вертолеты, и что бы там еще не было. Ну, Джан Болтону, конечно же, это не подходит. Почему? Потому что он человек очень, опять же, воинственный, воинствующий, и поэтому он там постоянно Трампа дергает, нет, ты не можешь это делать, нет, это неправильно, это не логично, это не так, не так, не так. Короче, вторая ситуация, это ситуация с Ираном. Трамп всячески пытается решить вопрос с Ираном мирным путем, то есть путем санкций, путем дипломатических переговоров, ну, и путем каких-то таких мирных действий, которые могут привести Иран все-таки за стол переговоров. Кстати, та же ситуация и с Северной Кореей. И тут Джан Болтон тоже своего рода такой шептун, знаете, как говорят, такой чертенок на плече у Трампа, который ему постоянно нашептывал. Нет, ты должен с ними воевать, ты не можешь им давать никаких послабилений, ты им должен, ты должен решать все путем ультиматума, путем там еще чего-то. В общем, короче говоря, я думаю, что на сегодняшний момент Трамп, Трампу просто надоел вот этот взгляд на жизнь, вот эта философия воина, и поэтому он все-таки пришел к решению того, о том, кстати, самое интересное то, ну, не буду сам себя просто хвалить, нахваливать, но, тем не менее, должен сказать. Я еще, наверное, месяца два-три тому назад уже говорил о том, что вряд ли Джан Болтон, если Трамп победит, то вряд ли Трамп с собой возьмет Джана Болтона, потому что было, ну, в принципе, было очень много таких знаков, где Трамп не совсем сходился во мнениях с Джаном Болтоном. Я просто, если честно, я не ожидал, что это случится до выбора. Но видно уже действительно Трампу напекло до такой степени, что он решил, пора избавляться. Тем более, тем более, что у Трампа есть такой человек, как Майк Помпейл, который, в принципе, с Трампом на одной волне, это человек, который решает, пытается решить вопросы мирным путем. И, опять же, Джан Болтон, как советник по национальной безопасности, я думаю, что он и Помпео тоже надоел, потому что это были постоянные вот эти решения в пользу военных действий. Кстати, интересно будет еще посмотреть, ну, правда, на Факс Ньюс есть такой эксперт, он действительно является экспертом, он генерал, его зовут Джек Кин, и это человек, который проводит интересный анализ действий администрации Трампа. Давайте приемем звонок. Нет звонка. И он действительно, он, в принципе, Джек Кин, он тоже очень такой воинствующий дядя. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, Анатолий. Добрый. Меня смущает то, что то, что Трамп уволил Болтона, это, на мой взгляд, говорит, это он фактически говорит всем этим корейцам и иранцам, что я с вами не буду воевать. И для Ирана, например, по-моему, кроме того, что им угрожают смести их с лица земли, я не думаю, что на них что-нибудь подействует. И Трамп тем, что он уволил Болтона, он, на мой взгляд, отказался от какой-то стратегии силы. Мне это лично не нравится. И что касается Помпео, ходит очень много слухов, я не знаю, насколько они окажутся правильными, что он, возможно, будет баллотироваться в Сенат в 2020 году. И тогда не будет ни Болтона, ни Помпео, и я не знаю, кто это имет место. Поэтому я вообще не очень доволен тем, что произошло. Но это в моем мнении. Смотри, Женечка, давай разберем то, что произошло. Во-первых, в отношении Помпео. Если он будет баллотироваться в Сенат, ну, небольшая потеря. Почему? Потому что у нас, я надеюсь, есть какие-то виды на Неки Хейлей. То есть у нее есть двойная возможность. Либо она может быть избрана как вице-президент, либо как секретарь of state. Поэтому в любом случае, и как вице-президент, и как секретарь of state, она будет совсем неплохой choice. Теперь, в отношении Болтона. Ты понимаешь, тем, что Трамп увольняет Болтон, опять же, мы с тобой высказываем мнение, я высказываю свое. Тем, что он увольняет Болтона, он просто... Я не знаю, или он этим кому-то что-то говорит. Почему? Потому что ведь дело не в разговорах, и дело именно в действиях. То есть как он будет действовать в дальнейшем. Если Трамп не идет на поводу у Ирана, у Северной Кореи, и кто там настоящий, Афганистан, если он не идет на поводу и продолжает гнуть свою политику, значит, он Болтона уволил только по одной причине. Ему просто надоело вот эти нашептывания ему на уши. Это первое. И второе, может быть, опять же, пока еще неизвестно, он только ушел. Мне интересует, кто все-таки займет позицию советника национальной безопасности. Вот это будет интересно. Это будет интересно. Трамп сказал, что на следующей неделе он кого-нибудь уже объявит. Вот. Вот факт не того, что ушел Болтон, а факт будет в том, кого назначит Трамп. Да, абсолютно. И вот тогда мы увидим, то есть мы сможем тогда решить или увидеть, какую же он собирается гнуть политику. А то, что Помпея, опять же, я вот буквально месяца три тому назад, я говорил про обоих. И про Болтона, и про Помпея. Почему? Помпея, он неплохой секретарь of state, но он не, являясь генералом, он все равно старается говорить с позицией силы. Поэтому, может быть, именно как дипломат, вот это то, о чем я говорил вот какое-то время назад, что при новой администрации Трампа, дай бог его выберут, я не вижу ни Помпея, ни Болтона. Я просто не знал, что это случится так скоропостижно. Но посмотрим, посмотрим. Меня интересует, кого он все-таки назначит. Вот это будет... Меня тоже это интересует. Я надеюсь, это узнать через неделю. Спасибо. Спасибо, Женька. Спасибо. Будь здоровенький. Вот. Ну, в общем, вот такая вот ситуация с Джаном Болтоном. Большого расстройства у меня это не вызывает. Ни душевного, ни физического. Действительно интересно будет посмотреть, как бы все-таки Трамп назначит на советника национальной безопасности. Кстати, мы знаем, что у Трампа есть такой человек, как Джерри Кушнер. Это его зять. Так вот, Джерри Кушнер, в принципе, принимает очень активное участие именно в Совете национальной безопасности. Поэтому он вел переговоры в Израиле, он вел переговоры с Палестиной и так далее. То есть, это будет интересно посмотреть. Может быть, Джерри Кушнер будет его советником по национальной безопасности. Что, в принципе, неплохой выбор, потому что Джерри Кушнер очень толковый, действительно толковый, очень высоко эрудированный, образованный человек. Так что, может быть, вполне возможно. Теперь, это то, что, опять же, это все то, что касается Джана Болтона. Поэтому, если вас когда-то интерес... То есть, если вас интересовал этот вопрос, мы, вроде бы, его весь обсудили. Давайте прием звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Анатолий. Привет. Значит, я скажу так, как сказал предыдущий товарищ господин. Я не очень доволен, что произошло. Я вам скажу, почему. По одной причине. Вы подумайте, какое будет ликование, кстати, в тех странах, которых вы перечислили. Не говоря уже про наших либералов. Это будет просто ликование. Но, с другой стороны, я хочу сказать, Трамп делает, как он считает нужным. Я не буду его осуждать или не осуждать. Но посмотрите в сравнение эта администрация и предыдущая администрация. Когда Хиллари, которая угрязла в этих сделках с Россией, с Ураном, в Бенгазе, ее не трогали. Вы понимаете? Да там никого не трогали. Там все были идеальны. Трампу, если кто-то не нравится, это будет уже четвертый адвайзер, national security advisor. Министра обороны убрали. То есть он будет делать только так, как он желает. И, конечно, вы знаете, незаменимых людей не было, нет и не будет. Он найдет. И, кстати, этот генерал, которого вы причислили, из Fox News, он считается претендентом на эту должность. На... Болтона, понимаете? Не так, кто-то будет лучше, хуже. Но я... 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 Я очень согласен. Наши враги воспринят это, к сожалению, как наше действительно нежелание, что мы не хотим ни то, что не воевать, послабление. Это мое мнение. Ну, а принтер... Я с Трампом согласен всегда. Вообще говорю, незаменимых нет, будут другие. Вот такое. Спасибо, Анатолий. Спасибо, Алекс. Очень... Я же говорю, я... Я принимаю и ваше мнение, и я принимаю Жениновое мнение. Почему? Потому что it makes sense, то есть оно действительно имеет смысл. Просто вот если честно, почему... Чем мне нравится Трамп? Меньше всего его волнует то, что скажут об этом его враги. Почему? Потому что его враги, что бы он ни сделал, по-любому скажут, что он дурак. Поэтому прислушиваться к этому мнению мы точно не будем. Теперь, что по этому поводу скажут его... Верей, я имел в виду враги-либералы. Что по этому поводу скажут Корея, в смысле Северная Корея, Иран и Афганистан, меня это тоже в принципе меньше всего интересует, пусть они ликуют. Ведь мы же знаем, что цыплят по осени считают, поэтому если, как говорится, пытаться понравиться всем, ну, это глупо, поэтому это невозможно. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, меня зовут Эрик. Здравствуйте, Эрик. Я хочу вот что сказать. Безусловно, стоя на позициях Трампа, я хочу сказать, что, вы понимаете, немножко создается странное впечатление. Есть такое, помните, в России было понятие текучка кадров. Да. И эта текучка уже, ну, настолько велика, что, ну, она, так сказать, ну, просто скандальна, я бы так сказал. Вы понимаете? И поэтому и второе я хочу просто заметить, что, вы понимаете, все начинания Трампа, Корея, Китай, Иран и прочее, увы, не закончились положительным итогом. И, так сказать, тасуя кадры, тасуя карты, он пытается, конечно, найти оптимальный какой-то путь, но он все время не получается. Вот беда. Вы понимаете? И это все, несмотря на то, что я за его политику целиком и полностью. То есть, ну, надо всколыхнуть это болото вашингтонское, которое, ну, так стоит уже много лет. Понимаете? поэтому, я с некой критикой отношусь к тому, что Болтон ушел со своего поста. К сожалению, очень жаль мне, что он меняет кадры, а Болтон был кадр перворазрядный. Вы понимаете? Спасибо большое, Эрик. Спасибо. Я с удовольствием выслышал ваш аргумент. И, в принципе, опять же, очень толковый, очень понятный, абсолютно имеющий место быть. Единственное, что я могу на это ответить, это такая вещь, как философия. У каждой администрации есть своя философия. И нормальный административный работник, любой, пытается подобрать себе кадры относительно своей философии, то есть единомышленников. Теперь, когда вы сами понимаете, что такие люди, как Джан Болтон, такие люди, как Рекс Тилерсон, такие люди, как Мэтт Дог Мэттес, такие люди, как многие те, которые пришли и ушли, это люди, которые имеют также какую-то свою программу, какие-то свои причины. Поэтому есть такая ситуация, где они согласны любыми способами попасть, допустим, в администрацию президента по разным причинам. Кто-то попадает туда по причине продвижения по службе, кто-то попадает по причине изменения может быть хода событий и так далее. Поэтому, когда идет отбор кадров, все стараются как-то понравиться, мы сами это прекрасно понимаем, понравиться человеку, который производит набор. Но потом начинают проявляться те краски, которые скрывались во время отбора. и вот когда эти краски начинают проявляться в виде философии, в виде программы, в виде взглядов на определенные вещи, вот тут человек начинает понимать, что, как говорится, нам с этими товарищами не по пути. И абсолютно ничего страшного, абсолютно ничего страшного дело не в утечке кадров, дело в том, кто приходит на их замену. Вот в чем проблема. Вот смотрите, убрали Рекс Тилерсона, да, с поста секретаря штата, окей, или министра иностранных дел. Вот его убрали. Ай-яй-яй, какой кошмар, какая несчастная ситуация. Тут же находится Майк Пампео, который в 35 раз лучше Рекса Тилерсона, и вдруг все становится на свои места. Когда ушел Мяк Дог Мярис, тоже, казалось бы, да, вот он генерал, он заслуженный, он такой и так далее. Но этот Мярис был абсолютно не согласен с Трампом в том, что нужно выводить войска из Афганистана. Теперь есть два варианта. Первый вариант у нас в стране президент Дональд Трамп, второй вариант у нас в стране руководящая должность, руководителем является Мярис. И вот тут мы должны решить, кого мы все-таки избирали, а кого все-таки назначали. И так как мы избирали все-таки Дональда Трампа, то он должен пользоваться нашим уважением в тех случаях, где он тасует кадры. Вот и все. Давайте мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу. Номер телефона студии 847-400-5200. Принимаем первый звонок. Добрый день, вы в эфире. Извините, я еще раз решил... Пожалуйста, с удовольствием. Да, немножко поспорить. Пожалуйста. По поводу того, что с какой легкостью Трамп, ну, так сказать, освобождаются от людей или они сами видят, что им надо пора уходить. Это вот Никки Сандерс и Ники Хелли. Так. Вот обе достойные женщины. Очень достойные женщины. смотрите, они не дожидаясь, пока их уволят, сами так попросили об увольнении. Тут в каждом случае есть определенная причина для такого увольнения. Понимаете? И... Подождите, подождите, секундочку. Одну секунду. Одну секунду. Одну секунду, молодой человек. Одну секунду. Давайте мы не будем говорить общими фразами, давайте конкретно. Как вы считаете, какая была причина для Ники Хейли, попросить об отставке? Понимаете, диктаторский стиль поведения. Нет, ну вот в этом ваша проблема, в этом ваша ошибка, вернее, не проблема, а ошибка. Вы абсолютно не знаете факта, вы говорите общими фразами огульно. А в принципе здесь нужно разбираться. Ники Хейли, это человек, которая отработала в ООН, которая была очень и очень уважаема в ООН всеми и одной партии и второй. Но это была женщина, которая вы поймите, люди, которые сидят на государственной службе, они получают, ну, по сравнению с частным сектором, они получают копейки. Честно. Так вот, есть такое понятие принять какую-то должность для дальнейшего продвижения по карьерной лестнице. Так вот, Ники Хейли, когда она приняла на себя должность посла ООН, она именно сделала это для того, чтобы потом продвинуться по карьерной лестнице. И она ушла в частный сектор, где она будет зарабатывать примерно 8-9 раз больше, чем она зарабатывала на должности посла ООН. Это раз. Второе, Ники Хейли абсолютно не ушла из политики, и она без, я думаю, что ни у кого не вызывается мнение в том, что если ее позовет Трамп на пост уже не посла ООН, где это не очень большая позиция, поймите, где ее могут позвать либо на пост вице-президента, либо на пост министра иностранных дел, она с удовольствием пойдет на эту позицию в администрацию Трампа. Поэтому в этом случае вы не правы. Дальше. Берем это ваше тоже соображение. Это не мои соображения, надо просто возможно не... Молодой человек, вы не говорите это обоих соображениях, потому что в отличие от вас я очень и очень глубоко внедряюсь в те понятия, которые сегодня... Вернее, в те ситуации, которые сегодня происходят в политике. Поэтому это не мои соображения. Я не знаю, судя по вашему разговору, я прошу прощения, но если вы говорите о том, что Ники Хейли ушла с поста, потому что у нее были... Она сталкивалась с лбами с президентом Трампом, это уже огромная ваша ошибка, потому что никаких столкновений между Ники Хейли и Трампом вообще не было. Вообще. Ну, публично. Ну, вот. А теперь вы мне будете говорить, что вы знаете о том, что были столкновения личные? Публично. Эрик, ну, команда, все, я больше не хочу тратить на ваше время, потому что когда человек говорит какие-то вещи, которые имеют смысл, это одно. Когда вы начинаете залазить в дебри, где вы абсолютно ничего ни в чем не разбираетесь, прошу прощения. Что значит, публично или лично? Причем здесь публично или лично. Вы что, знаете личные отношения Трампа с Ники Хейли? Если да, пожалуйста, перезвоните, я с удовольствием выслушаю ваши знания по поводу личных отношений Трампа и Ники Хейли. С удовольствием. А иначе пожалуйста. Добрый день, вы в эфире. Ты разговариваешь с этим козлом. Все, тихо, тихо. Алло. Да, да, да. Я слушаю. Толя. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Евгений из Неджерсии. Да, здравствуйте, Жень. Вы объясняете простые истины людям, мы теряем время пообщаться. Я понял. Ну ладно, вы руководитель не-не-не, все-все-все, я больше на него тратить время не буду, честно. Я о чем хочу сказать. Значит, мне тоже Болтон приятен был, тоже он там ястреб и так далее. Я не знаю, как он ястреб и как он себя вел, я не присутствовал там. Он редкий парень, Но, вы вспомните простой анекдот. Трамп, это, во-первых, он мастер переговора, вы уже сказали, это все знают. И он еще мастер добиться решения при этих переговорах. Когда он ведет переговоры по трем, по четырем позициям, что-то идет не так. Соперник не дает там развернуться, или какой-то переговаривающий человек не так себя ведет. Он же не сидит за столом. Поэтому, как там анекдоте, если не идут дела в нашей конторе, мы меняем клиентуру, а не двигаем диван. Это все. Это очень просто. Ну, не получается у этого человека. Так Америка построена. Не получается в этом направлении двигаемся в другом. Абсолютно. Все правильно. Не болтон прекрасный человек. Не получилось, Авася, будь здоров, дай другому, пожалуйста. Я вам скажу, Жень, я абсолютно, причем, самое интересное, я не осуждаю Болтона, я просто говорю о том, что, знаете, вот это как раз тот случай, где, говорят, вот, лишь бы костюмчик сидел, так вот этот костюмчик не сидел. Вот и все. Да, я с вами согласен. Ну, конечно, он ему не подходит по каким-то сейчас позициям. Вот не подходит оно. Вот такая ситуация, что он не годится. Ну, так что, так он меняет. В этом же весь смысл успешного бизнесмена. Надо менять клиентов своих. Абсолютно. Которые не тормозят свое движение. Я вас благодарю. Спасибо вам огромное. Женечка, привет, Нью-Джерси. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, Болтон. Помните, были переговоры с Северной Кореей в этой, где это было? В Вьетнаме, да? Да. Вот тогда, как они его называют, вьетнамцы, Маршал Ким сказал, что ему что-то не понравилось, потому что все нарушил Болтон. Угу. Вот, я не знаю, что там было. Ну, потому что Болтон... Я говорю, что это была уже зацепка для Трампа, может быть, потому что он был готов заключить переговоры, заключить перемирие или как там, а Болтон где-то пошептал на плече ему, на ухо. Ну да. Потом, значит, один раз как-то, не так давно, где-то месяц назад, может быть, Трамп сказал, что у него в администрации два ястреба. Болтон и Пампео. Да, да, да. Ну, может быть, тоже это одно. И потом про Киш, Киш, как его зовут? Кушнер, Кушнер. Кушнер. Ему не дадут такую должность, потому что у него нет клиренс. Он не прошел это. Поэтому, извините. А все остальное, все в порядке. Трамп делает, что он хочет. Он на то, он и президент. Будьте здоровы. Спасибо большое, Сэм. Спасибо. Абсолютно правильно. Итак, значит, давайте мы тогда пока насчет Болтона вроде бы все обсудили. Давайте обсудим следующую ситуацию. Следующая ситуация у нас это факт того, что Девин Нунес это член Палаты представителей от Республиканской партии подал суд иск на организацию Fusion GPS. Напоминаю, что такое Fusion GPS. Это та организация, которую наняла Хилари Клинтон на то, чтобы накопать грязь на Дональда Трампа для того, чтобы ну не дать ему выиграть выборы. Так вот, почему Девин Нунес подал все-таки, причем он подал не только на саму на организацию Fusion GPS, он также подал в суд на как его называют Гленд Симпсон на президента, вот, вылетело из головы слово президент. Он подал в суд на президента этой организации Глена Симпсона и также подал в суд на адвокатов этой организации за то, что они преследовали этого Девин Нунеса и они пытались путем, это даже не шантаж, а путем угроз как говорится остановить его действия по поводу расследования вот этой организации и вот этих людей, то есть адвокатов и президента этой организации. Так вот, Девин Нунес молодец, кстати, молодец, первый из республиканцев, который выступил с такой пламенной речью, но не долгой, он был очень краток и очень, как говорится, четко разъяснил свою позицию. Он сказал, что он считает, что пришло время республиканцам перейти из защиты в нападение, сколько можно позволять демократам и их приближенным себя унижать, себя оскорблять и собой командовать. И вот Девин Нунес подал иски на организацию президента и адвокатов. Итак, это очень, очень важно. Почему? Потому что Девин Нунес, он действительно пытается как-то, мы все знаем, у нас есть три человека в палате представителей от республиканцев, это Джим Джордан, это Девин Нунес и это хотел быстро сказать и забыл, но неважно, потом вспомним. Джан Something Anyway, это три человека, которые очень так рьяно во-первых шли против вот этого против выставленных обвинений Трампу в Калужин и так далее в этом сговоре, в общем, они действительно очень серьезно тогда выступали в помощь и на стороне Трампа. Ну и вот наконец-то Девин Нунес подал в суд на этих ребят. Теперь вместе с Девин Нунесом давайте примем звонок быстренько. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы забыли кого? Марк Медоуз. Ес. 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 Вы знаете, вот то, о чем вы говорите, республиканцы за исключением, те, которых понимают как на взгляд остальных, извините за выражение, республиканцев, таких как Круз, так вот эти тройка замечательная, консервативная, остальные все, так сказать, по возможности и прогибаются перед наглостью и агрессивностью демократов моментально. Вот смотрите, мы говорим, Трамп, Трамп потерпел жесточайшее поражение, когда пытался поставить двоих замечательнейших людей в Совет Федерального Резерного Банка. Да. Вы помните эту историю? Конечно. Я читал работы этого Мура. Я имею в виду этого Кинеритара. Не, 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 я понял, да, да, да. Это потрясающий специалист именно финансовой политики. То, что он пишет в своих трудах профессионально, то, что можно понять, нет, не профессионал, это простая логика, это стритфорвард, это клин, это не какие-то вам не понять, вы все тупые. Он простыми словами описывает вещи, которые полностью укладывают. И что? А вот. Он не пробил ни одного при молчаливом согласии к шестлу Республиканского Сената. Ну, извините. Да. С такими лидерами мы далеко не уйдем. Извините, я голосовал за Трампа, просто против, и так за Трампа, как против Хиллари. И таких, хотя, наверное, большинство из тех, кто поголосовал таким образом. Да, да. Но именно вот с этим ситуацией, с Муром, я тоже, честно, немножко был ошарашен, потому что так сдать свои позиции без боя, это даже было как-то не похоже. Вторая сдача без боя, вторая сдача без боя, вопрос о Ситизеншипе это самое, форсенсус. Да. Как бы он не определял по данным косвенным, он не преодолеет номинацию, количество представителей от штата, определяется только сенсусом по закону. Все, период. Но он ничего не сможет с этим сделать. Да, мы будем знать сколько нелегалов. Вот прекрасно. И что мы с этим знанием будем делать, куда мы его заткнем. А вот когда реформа решится четырех или пяти репрезентатив в палате представителей, потому что это нелегалы. Ох, вот это было бы да. Ну, извините, он сдался, хотя был. вы понимаете, вот тут... Да, этот Роберт, дилой, так сказать, извините, заражение консервативный, судья, да, оставил все-таки младейку. И что... Спасибо большое. Я извиняюсь, я должен прерваться, потому что она сейчас по-любому вырубит. А если хотите, пожалуйста, перезвоните после рекламной паузы, но... Ну, есть о чем побеседовать. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Только что прослушал рекламу ресторана «12 стульев» и сразу вспомнил, мы с женой в пятницу, в прошлую пятницу, естественно, попали в этот ресторан. В принципе, это уже наш, я даже не знаю, какой раз. Обожаю это место, обожаю этот ресторан, обожаю их еду, обожаю их чувство юмора. И я должен вам сказать, дорогие друзья, что вот действительно, ресторан отдыхает понедельник, вторник, среда. Казалось бы, да, для чего? Скажу для чего, потому что вот те силы, которые они тратят с четверга по воскресенье, я вам скажу, это просто что-то невероятное, действительно, это радушие, это беготня, услужливость, подношение разных явств и так далее. Но это здорово, действительно замечательно, обожаю это место. Но вот хотел обратить ваше внимание, пароль, мы же знаем, да, что у них есть такая интересная игра, значит, каждый раз меняется какой-то пароль, то есть раз в неделю, скажем так, и произнеся определенный пароль, причем это интересно, потому что старые пароли не отменяются, то есть они просто как бы накапливаются, вот мы знаем, был такой пароль, почем опиум для народа, ну вот сейчас пароль такой, утром деньги, днем стулья, вот произнеся эту фразу, придя в этот ресторан, это гарантированное участие в абсолютно без проигрышной лотерее, почему, потому что как только вы скажете эту фразу, вам тут же поднесут на подносе 12 стульчиков, и каждый из этих стульчиков являет собой какую-то скидку, какую-то приятную новость в отношении цен или же блюд, так вот, пожалуйста, произносите эти пароли, и вы тут же получите стульчик, вернее, вы выберете сами себе этот стульчик, и вот получите именно то, что в этом стульчике хранится, и так, адрес ресторана 1224 West Dundee Road, это то, что на пересечении с Arlington Heights Road, это северо-западный угол, и, конечно же, номер телефона ресторана, это 224-347-2918, звоните, резервируйте столики, узнавайте прямо по телефону в момент резервации столиков, узнавайте, какие существуют скидки в этот день, и поверьте мне, вы останетесь, во-первых, довольны этими скидками, а во-вторых, вы получите действительно самое настоящее удовольствие от еды, от напитков, кстати, обязательно, обязательно попросите у них их фирменный напиток хреновуха или бриоль, бриоль, это больше для женщин, такая наливочка вишневая, а вот хреновуха, это что-то с чем-то, вы просто должны ее попробовать, итак, дорогие друзья, 224-347-2918, утром деньги, днем стулья, пожалуйста, приходите, звоните, резервируйте столики, получайте удовольствие, отдыхайте, приходите с вашими родственниками, друзьями, любимыми, женами, в общем, просто приходите, и вы получите действительно огромное удовольствие, ресторан 12 стульев, они вам всегда рады, итак, мы возвращаемся в программу, неполиткорректное ток-шоу, номер телефона студии, 847-400-5200, мы обсуждали ситуацию с тем, что Девин Нунес подал суд на Fusion GPS, на Глэн Симпсона и адвокатов, кстати, молодой человек, который позвонил буквально, вот перед самой-самой рекламой, пожалуйста, перезвоните, есть о чем поговорить, добрый, добрый, нет, ждем звонка, и пожалуйста, ребята, ребята, девушки, женщины, любимые мои, пожалуйста, называйте свои имена, потому что я просто буду знать, с кем я общаюсь, а то как-то звучит непонятно, молодой человек, который позвонил перед рекламой, и так, принимаем звонок, добрый день, вы в эфире, я тот самый молодой человек, мои 72, ну спасибо, Анатолий, ну, это веркей, полно, Волон, я хотел еще сказать, как я хочу вернуться к предыдущей теме, с отставкой Болтона, понимаете, о чем дело, ой, Болтон, значит, поджигатель войны, вон, такой, бла-бла-бла, во-первых, Болтон, действительно, консервативный, мелко, ну, это просто, мемологический, Ну и что я хочу сказать, что мне нравилось, что в ситуациях, когда у нас есть абсолютная преподавляющая военная мощь, но мы торжественно заявляем, что не упаси Бог, мы будем ее никогда ни при каких условиях применять, так извините, а зачем нам эта мощь? Зачем эти 770 миллиардов долларов наших налогов? Ну подождите, Володя, Володя. Я хочу сказать, что если против, а наш потенциальный оппонент или противник знает, что мы всегда готовы применить при малейшем нарушении наших интересов, вот тогда наши интересы не будут нарушаться. Вспомните 1936 год, по-моему, в прошлом столетии, когда у него Гитлер была дерьмовая, никуда не годящая армия, и он не ввел в Рейнскую область, и подавляющая французская армия, которая могла расстереть их по стенке, моментально, за неделю, и вступила в бой, и тем самым дали зеленый свет на дальнейшее, на военное строительство, запрещенное договорами, на все, что привело к Второй мировой войне. Окей, теперь у меня, спасибо большое, спасибо, Володь, спасибо за то, что вы перезвонили. Два, две реплики по поводу ваших высказываний. Значит, во-первых, нам нужны 750 миллиардов на военные нужды, не для того, чтобы иметь мощь нападать, а для того, чтобы на нас никто даже не подумал напасть. Это раз. То есть, мы не воинственное государство, мы не воинствующее государство, мы не входим в войны просто так, понимаете, мы не нападаем просто так, поэтому. А 750 миллиардов нам нужны были именно потому, что в свое время Обама на протяжении 8 лет фактически разоружал нашу армию полностью. Вот поэтому за эти 8, ну и плюс, скажем так, Буш тоже не особенно там пытался как-то нашу армию вооружить. Поэтому вот эти 750 миллиардов нужны для того, чтобы у людей даже мысли не было на то, чтобы на нас, с нами входить в конфликт. Это раз. Теперь, насчет Болтона. Он консерватор, да, он консервативный деятель, но он также, он слишком воинствующий деятель. То есть, для него разговоры все ведутся с позиции силы. Не всегда это, во-первых, нужно, во-вторых, полезно. Поэтому Болтон, я не говорю, что он человек незаслуженный. Он просто не подходит к философии Трампа в этом смысле. Может быть, для кого-то другого, например, для Рейгена, он бы был замечательным советником по нацбезопасности. Почему? Потому что у Рейгена была философия того. Хотя Рейген ни на кого не нападал, но у Рейгена была философия, где разговаривать и договариваться нужно с позиции силы. Хочешь мира, готовься к войне. Это, понимаете, то есть разные просто философии. Вот и все. Это не умаляет достоинств Болтона. Это не делает его лучше или хуже. Давайте примем еще один звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Наш президент еще большой хохмаз. Я не знаю, помните, вы вчера, что он сказал? Насчет того, что ему придется быть на третий срок? За на честь принять у себя чемпионат мира по футболу. Да, да, да. Вы слышали это, да? Да, конечно, я думал, что... И вот он говорит, он говорит, что он председает президентом футболу, говорит, как, в 26-м году я же не буду уже президентом. Ну да, наверное, придется остаться. Ну что можно сделать? Он говорит, ну ладно, для этого случая я останусь на третий срок. Зал грахнул. Да, да, да. Аплодисменты. И он говорит следующее, он говорит, вот посмотрите на эти фейк-нюс. Смотрите, ни один из них не захлопал. Они даже не приняли мою шутку. Да, да. Хотя, спасибо большое. Хотя мы же знаем, что в каждой шутке есть доля шутки. Поэтому иди знай, как повернется ситуация с Трампом. Но, да, вы абсолютно правы, он, конечно, вчера такую бомбу бросил на уши вот этим фейк-нюс, они даже не знали, как отреагировать. Поэтому молодец Трамп. Но теперь по поводу того, что Владимир сказал о том, что Трамп сдал позиции по поводу Сенсис. Вот тут я буду бороться до последней капли крови и буду на стороне Трампа по одной простой причине. Ни одно решение не принимается на эмоциях. Для всего, для любого принятия решения нужна какая-то легальная подоплека. Так вот, Трамп сделал все, что он мог в пределах дозволенного. То есть, он довел это дело до Верховного суда. Теперь, тот факт, что судья Роберт вдруг решил перевернуться или переметнуться на сторону демократов, здесь вины Трампа в этом нет. То есть, есть такое понятие, тебе что-то не нравится, иди в суд. Он пошел в суд, и суд, к сожалению, принял сторону противоположную. В этом нет ничего ни позорного, ни неправильного. Тем более, что Верховный суд не принял решение о том, что этого делать нельзя. Просто Верховный суд принял решение о том, что, пожалуйста, в принципе, вы имеете право это делать, но вы должны подвести легальную основу более крепкую, чем ту, которую вы привели. Вот и все. Поэтому ни в коем случае никому не позволю обвинять Трампа в том, что он сдал позиции по цензу. Никому. А вот в отношении Мора и в отношении того, что это было так как-то пролетело, опять же, здесь не было вины Трампа. Сам Мор не захотел проходить через то, через что проходил судья Кевина. Понимаете? В этом тоже есть, к сожалению, определенная правда. Не все хотят, или тот же самый, допустим, Уильям Барр, наш генеральный прокурор. Не все хотят проходить через 30 мук ада ради какого-то продвижения по службе. Поэтому, опять же, здесь Трамп был ни при чем. Я просто, что я имел в виду, что меня удивило то, что Мор сдался вот так легко, но, с другой стороны, его нельзя в этом обвинять. Я не знаю, если бы я знал то, что сделали с Кевину, если бы я имел такое подозрение, что со мной могут сделать такое же или даже хуже, я не знаю, я бы пошел на это. Вот и все. Поэтому одно другое, как говорится, не извинять. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. В Курсии Израиль бомбят. Ракеты накидаются. Только что? Да, я сейчас с ребятами разговариваю, говорят, что ракеты запускают. Куда, по Южному Израилю или по Центральному? Не знаю. Но я сейчас в эфире, поэтому я не могу за этим следить. Если кто-то что-то знает, пожалуйста, у нас есть несколько минут. Спасибо. Ну и вот последнее, что я хотел сегодня с вами обсудить, это факт того, что продолжается очень серьезное расследование по поводу дел ФБР, по поводу дел, вот связанных, как говорится, с Калужин Трампом. Мы все знаем, что хорошо отдохнувшие демократы в Палате представителей вернулись в хорошем настроении и решили, давайте-ка мы им пичнем Трампа. То есть новое это, конечно, ничего не приносит, и оно абсолютно ничего не дает. То есть, ну, Джерри Недлер продолжает свою абсолютно идиотскую политику по импичменту Трампа. Причем я не понимаю другую вещь. Вот может быть мне кто-то в оставшиеся 7 минут объяснит. Значит, 100% известно о том, что никогда Сенат не сдаст Трампа. В Сенате большинство. Для того, чтобы объявить президенту импичмент, нужно иметь не только голоса в Палате представителей, но и голоса в Сенате. Зная о том, что Сенат на это не пойдет, какого черта я трачу свое время, деньги и политическую, как говорится, этот, как его называют, арсенал, на вот эту ерунду, особенно в год предвыборный. Вот это я не понимаю, хоть ты меня убей. Правда, что Нэнси Плосси уже вроде бы тоже как-то потихонечку сдала свои позиции. По-моему, она сказала, опять же, я думаю, что это все происходит именно публично, на публике. Я не думаю, что Нэнси верит в то, что нужно Трампу объявлять импичмент, но, по крайней мере, когда у нее спросили, что она думает по поводу импичмента, если раньше она руками и ногами дралась против, то сегодня она сказала, ну, что ж, импичмент, так импичмент. Хотя я верю в то, что в закулисной жизни, конечно же, она будет бороться руками и ногами против импичмента, потому что она понимает, что это действительно очень и очень нехороший шаг для демократов, особенно сейчас. То есть импичмент президента на третьем году его, а или, может быть, даже на четвертом году его президентства, это полнейший абсурд. И если они не могли, если они это не сделали первые три года, то говорить об этом сейчас, ну, просто абсолютно ерунда. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, Анатолий, еще раз отражение. Да, да. И я очень надеюсь, пока что по опросам это все хорошо, но проблема в том, что пресса начнет это раздувать и объяснит всем, которые слушают эту прессу, что правильно они делают. Вот это меня волнует. Но я надеюсь, что импичмент это будет большой подарок Трампу в следующем году. Это, во-первых, а, во-вторых, Женечка, ты действительно, ну, ты же понимаешь, что никогда в жизни меч Мекану не сдаст Трампа демократам. Ну, да, то есть это будет много шума абсолютно из ничего. Да. И если республиканцы повезут компанию по-умному, они будут говорить, лучше бы мы занимались этим, лучше бы мы занимались этим, и сколько денег мы потратили на этот импичмент, и ни к чему он не привел. То есть это может быть вообще подарок на Новый год, на Рождество и на фанов республикантов, если они только это используют. Согласен. Сто процентов. Спасибо, Женечка. Спасибо. Пока. Будь здоровенький. Да. В общем, короче говоря, конечно же, это ни к чему не приведет, но самое интересное то, что действительно, вот чем они больше орут по поводу импичмент, тем мне интереснее, как себя будут чувствовать. Кстати, для тех, я знаю, что у нас не очень многие люди собираются тратить свое время на просмотр вот этих дебатов, которые пройдут в четверг, но тем не менее, я не знаю, или вот те кандидаты, которые будут на сцене дебатов, или им это на руку, вот вся эта шумиха по поводу импичмент. Почему? Потому что сейчас, вместо того, чтобы говорить о своей программе на дебатах, они будут задавать вопросы про импичмент, они потратят чертову тучу времени на обсуждение этого вопроса, и вряд ли у них получатся дебаты. Ну вот, посмотрим. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я могу задать вопрос не по теме. Пожалуйста, в любой момент. Да, вот месяц или полтора тому назад на вашем радио случалось сообщение о том, что Чикаго или в Иллинойсе принят закон о подорожании бензина на 38 центов. Я смотрю сейчас цены на бензин, а тогда цена была 3.10, 3.15 или даже выше. Сейчас вот у нас 2.89. Что произошло? Я вам скажу, что произошло. Вот смотрите. Во-первых, было... Я пошел по радио. Спасибо большое. Спасибо. Бензин не должен был подорожать на 38 центов. Он должен был подорожать ровно на 19 центов на оголоне. Теперь. Наше счастье в том, что в связи с тем, что Америка сейчас добывает фактически свою собственную нефть и сланцевый газ, мы можем как-то контролировать рынок цен у нас на маркете. Так вот, если вы... То есть цены действительно... Я имею в виду тариф действительно поднялся на 19 центов. Но благодаря тому, что цены на нефть упали, мы находимся вот на этом уровне, где мы сейчас. Причем, я вам скажу такую вещь. До того, что бензин начал падать, я помню, вот буквально после того, как в Иллиной подняли бензин на 19 центов, я заправился на сумму в 3.09 за галлон. И так интересно было, вот то, что было, как говорится, за ночь до того, и цена была на 20 центов дешевле, она тут же подскочила на вот эти 20 центов. То есть бензин дошел до 3.09, сегодня, по-моему, если я не ошибаюсь, я заправлялся пару дней назад по 2.59. То есть это не потому, что не подняли цены на налоги, верен, не подняли налоги на бензин, а потому, что упала цена на наш бензин. Итак, дорогие друзья, наше время, к сожалению, подошло к концу. Очень жаль, потому что очень много всего бы хотелось обсудить. Но, тем не менее, оставайтесь с нашим радио, будьте здоровы. Завтра мы обязательно встретимся с вами в программе «Народная трибуна». Ну, а пока всем всего хорошего, будьте здоровы, спасибо за ваше участие.